Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Маклай. У меня сегодня посещение антикварного магазина. Нахожусь я в городе Рыбинске, Ярославской области. Старинный город, имеет более чем тысячелетнюю историю. И здесь действительно потрясающий антикварный магазин. Я только что туда заглянул, вышел, чтобы поздороваться с вами. И прямо сейчас покажу, друзья. Посмотрим, что продают и сколько это стоит. Погнали! Так, друзья, давайте посмотрим, что продается в антикварном магазине Рыбинска. Ну, прямо скажу, много всего. Очень. Это прямо интересно. Чемодан, все подвезти. Точно такие же часы у меня в детстве были. Это и сейчас можно на помойке найти. Маску надо, да, ребят? Заходите. У меня... А, она сломана смена. Смен у меня тоже есть. Видите, сломана. О, фонарик советский. Тоже 200 рублей. Слушайте, надо что-то взять из этой штуки. Тут прямо интересно. О! Советские машинки. Пишите, друзья, у кого в детстве такие были. Классно. Повод гармошки я люблю. Их тут реально очень много. Очень. Ну, не зря же, да, город Рыбинск. Это столица бурлаков считается. А бурлаки, как известно, люди, которые любили хорошенько отдохнуть. О, смотрите, вот эта вот штука. Я случайно увидел сейчас ценник. Вот эта вот... Кофемолка стоит 12 тысяч. О, чуметь. Какая милота. 5 тысяч рублей вот эта штука стоит. Вот это вот 6. Я даже не знаю, что это. Простите. Так, ой. Ого. Снова советское детство. Не знаете, мне вот совсем, которые прям старинные экспонаты, они меня зачастую особо не интересуют. Вот меня вот такие вот вещи больше интересуют. Это прям ностальгия, память. У меня вот такая вот лошадка была. Ой, санатички. А есть цены. Непонятно, что с ценами. Как-то тут вообще не ясно, что сотка стоит. Этот кувшин стоит 5 тысяч. Я что, буду находить ценники? Я вам буду... Фильмопроектор. Ну, погоди. Ага. Это целая гора фотоаппаратов. Люди, кстати, думают, что фотоаппараты дорого стоят. Например, Фет. Ленин. Да, точно. Советские сервизы. Уже антикварная ценность. Пятифончик. Нет, понятно, а я с кем говорю, я просто не понял. Ого. Смотрите, щипцы для сахара. Пятьсот, восемьсот тысяч рублей. Дороговато. Шестьсот рублей. Ножницы у бабушки, мне кажется, такие ножницы до сих пор лежат. Так, столовая серебра, ложка, тысяча семьсот рублей стоит. Так, здесь какие-то болезни. Советские игрушки. Сколько они стоят? Это интересно. Цены там нет, надо спрашивать. Цены все разные. А, понятно. Так, советские ножики. Тысяча, тысяча, тысяча. Очень дорогие ножики. Так, тут уже чуть старшая вещь. А, вот, все по пятьсот. Так, что у нас можно за пятьсот рублей купить? Вот такая вот, смотрите, наковаленка. Это такая прикольная штука. Подсвечники, талелочки. Замок пятьсот рублей стоит. Так, здесь у нас комната крестьянского быта. Смотрите, сколько самоваров, друзья. Тут, на самом деле, весь верх самоваров. Вся стена в иконах. Ну, не знаю, я бы не стал покупать. Ну, не знаю, это как бы для любителей, наверное. Вот иконы, вот это все. Мне как бы неинтересно. Вот часы здоровские. Сколько часы стоят? Сорок тысяч рублей часики стоят. Больше ценников нет. Ну, где-то, наверное, так было. Двадцать, тридцать, сорок тысяч. Вероятнее всего такие есть цены. Счеты. Мы еще в детстве в такие играли. Они уже в мальтикварном магазине. Горы пластинок. Горы пластинок. Яг. Так. Ох, инструменты. Тысяча рублей гирька. Пятьсот рублей гирька. Это что такое? Это какие-то щипцы. О, тут совсем какая-то древность. Утюги по 800 рублей, я так понимаю. Так, пойдемте в другую сторону. Слушайте, ну тут прям музей-музей на самом деле. Я очень люблю антикварные магазины за то, что все можно трогать. То, что все можно купить. Ну, как можно? Ну, в теории, конечно, можно. О, вот смотрите, советские игрушки. А сколько игрушки стоят вообще? Игрушки? Да. 100 рублей. А, это каждая по 100 рублей? Ну, от 100. Вот 100. А если по 1000 рублей. А вот какая самая дорогая просто? Ради интереса. На прищепках. Вот эти, а не почем. Восемьсот, тысяча, полторы тысячи. У меня такие есть. Хорошо. Друзья, фигурки на прищепках, на железных, самые дорогие. По 1000 рублей. Деда Мороза. А, ну это не совсем старые, тоже относительно новые штуки. Ой, снова советские вещи. Наши игрушки. У меня вот такой был. Мама, я все вижу. Класс. Зоопарк. Тут прям так интересно, рядом соседствую, да, вот, ящик с вещами и, смотрите, штык. А вот еще, например, крутая находка. А что, Мит, да? Даш, Даш. Пистолет. Я, мне кажется, первый раз держал пистолет в руках. Так, здесь фарфор. Здесь фарфор, но это тоже, знаете, вот на... Ну, даже не на любителя, это на профессионала. Вот, классная машинка. Харфор, 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 харфор. Слушайте, ну супер вообще. Вон гармошка классная. И там же пистолет. Так, здесь какие-то баночки, скляночки, подстаканники от двух с половиной до шести тысяч рублей подстаканники стоят. Прям спичные коробки. Тоже, если кто-то собирает. Ой, смотрите. Офигеть. Двенадцать тысяч. Блюда с Лениным. Двенадцать тысяч. Нет, а у вас понравилось. Мы просто с небесовой. Была бы наша воля, купили бы все. Да, дочь говорит, была бы наша воля, купили бы все. Ну, мы любители. О, смотрите. Я не знал, да что такое было. Чебурашка. Волк из Нопугади. А, у меня был такой Сталин. Две тысячи. А! Вот это ценность. О, вон еще одна лошадка. О, вот такая у меня точно. Один в один. И у меня вот здесь вот дедушка прорезал здесь дырочку. И я в нее собирал монетки по рублю. Мне бабушка зарплата давала по рублю с пенсии. А потом накопилось, мы у нее дно пробили, вытащили. И я кровать себе купил. Такое вот воспоминание. Кстати, друзья, кто не знает, в Рыбинске снимали фильм «12 стульев». Вполне может быть, что вот в этом стуле есть клад. Ох, прям, честно, глаза разбегаются. Очень крутой магазин. Один из самых крутых антипарных магазинов, в которых я бываю. Это прям супер. Проезжайте в Рыбинск. Сегодня нашел монетку вот такую. 3 копейки 49-го года. Но мне ее ценили. Сказали, стоит 10 рублей. Продавать не буду. Оставлю себе. В общем, друзья, классный магазин. Однозначно рекомендую для посещения. Будете в Рыбинске заглядывать. Это был Миклуха Макфлай. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Любите историю. Пока-пока. Продолжение следует.